Первая книга царств, глава двадцать пятая. И умер Самуил, и собрались все израильтяне, и плакали по нем, и погребли его в доме его в Раме. Давид встал и сошел к пустыне Фаран. Был некто в Маоне, а имение его накормили, человек очень богатый. У него было три тысячи овец и тысяча коз, и был он при стрижке своих овец накормили. Имя человека того — Навал, а имя жены его — Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева. И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих, и послал Давид десять отроков, и сказал Давид отрокам, «Взойдите на кормил, и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от имени моего, и скажите так, мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их, и ничего у них не пропало, во все время их пребывания накормили. Спроси слух твоих, и они скажут тебе. «Итак, да найдут отроки благоволения в глазах твоих, ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя». И пошли люди Давидовы, и сказали Навалу от имени Давида все эти слова, и умолкли. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал, «Кто такой Давид? Кто такой сын Иесеев? Ныне стало много рабов, бегающих от своих господ. Неужели мне взять хлебы мои, и воду мою, и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему все эти слова. Тогда Давид сказал людям своим, «Опояжьтесь каждым мечом своим», и все опоясались мечами своими, опоясался и сам Давид своим мечом, и пошли за Давидом около четырехсот человек, а двести остались при обозе. А Вигею же, жену Навала, известил один из слуг, сказал, «Вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. А эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, бывши в поле. Они были для нас оградою и днем, и ночью, во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Итак, подумай и посмотри, что делать. Ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой, нельзя говорить с ним». Тогда Авигея поспешно взяла двести хлебов и два меха с вином, и пять овец приготовленных, и пять мер сушеных зерен, и сто связок изюму, и двести связок смокв, и навьючила на ослов. И сказала слугам своим, «Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами», а мужу своему Навалу ничего не сказала. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними. И Давид сказал, «Да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене». Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла, и пала перед Давидом на лицо свое, и поклонилась до земли. И пала к ногам его, и сказала, «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои, и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал — имя его, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слух господина моего, которых ты присылал, и ныне, господин мой, жив Господь, и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения, и ныне добудут, как Навал, враги твои и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю твою жизнь. Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего, а душу врагов твоих выбросит он как бы прощею. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою. И сказал Давид Авигея, Благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой, и благословен на ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя. Но жив Господь Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе, если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы на валу мочащегося к стене. И принял Давид из руки ее то, что она принесла ему, и сказал ей, Иди с миром в дом твой. Вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое. И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как пир царский. И сердце Навалу было весело, он же был очень пьян, и не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого до утра. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и стал он, как камень. Дней через десять поразил Господь Навала, и он умер. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал, Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу Навала на его же голову. И послал Давид сказать Авигею, что он берет ее себе в жену. И пришли слуги Давидовы к Авигею накормил, и сказали ей так, Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену. Она встала и поклонилась лицом до земли, и сказала, Вот, раба твоя, готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина моего. И собралась Авигея поспешно, и села на осла, и пять служанок сопровождали ее, и пошла она за послами Давида, и сделалась его женою. И Ахиноаму из Израиля взял Давид, и обе они были его женами. Саул же отдал дочь свою Мелхолу, жену Давидову, Фалтию, сыну Лаиша, что из Галлима.